Сегодня у нас с вами встреча, я рада каждого видеть из вас, даже несмотря на то, что я вас не вижу, но я знаю, что вы здесь, что вы присоединились, я знаю, что вас интересует вопрос, что же ожидает нас после карантина, что ожидает нас клубников, да, и нас всех, всех, абсолютно всех, неважно, где бы мы сейчас ни находились, неважно, в какой мы команде ни находились, мы нас всех затронула эта задача сейчас, проблема, задача, да, и очень важно сейчас понять, вот я вот на протяжении трех дней уже изучаю это мнение экспертов, политиков, миллионеров, да, по поводу того, что интернет, конечно, закидан всякими такими мнениями экспертов, но из всего этого многообразия, да, из всего того, что там происходит, из всех этих заключений, да, я хочу, вот, я просто записала голосовое сообщение для команды, да, и команда говорит, это очень круто, надо на эту тему провести встречу с партнерами, действительно, со стороны компании сейчас идет колоссальная поддержка, как вы знаете, Майкл Хачсон позже вчера выступал, вчера выступал Франк Кадина, да, вместе с Камилей Конопьяновой, нашим борт-директором, именно когда компания к самому руководству выходит на связь и говорит, да, что сейчас в этой ситуации, наоборот, надо включаться, показывает все возможности нашего бизнеса, насколько наша компания стабильна и крепка, конечно, это многих людей именно, спасибо, звук прекрасный, все здорово, многих людей это, конечно, поддерживает, дает силы и так далее, и я тоже хотела бы вам выступить перед своей командой, перед командой всей, что же нас ожидает после карантина, и я буду, знаете, без фанатизма, без эгегей и так далее и тому подобное, я сегодня буду с вами без различных, не буду вас сильно вгонять в страх, но и при этом не буду вам говорить, что надо вот так вот жить на позитиве, все прекрасно, ничего не делать, у вас все будет прекрасно, я тоже не обещаю, что буду так говорить, потому что действительно в эти три дня я вообще погрузилась, да, в это все, и мне действительно интересно мнение экспертов, аналитиков рынка, что же будет происходить с рынком, куда же мы идем, как людям перестроиться сейчас и как реагировать на все то, что происходит сейчас. Что сейчас происходит, да, сейчас действительно мы сидим все дома, и первое время, конечно, это очень даже умиляет, записывают многие ролики, семейные и так далее, весь, ну, по крайней мере, в Казахстане все мультимедиа, все звезды, блогеры, да, поддерживают, да, записывают ролики, безбергемы, снимают там вайны различные, то есть не дают людям грустить, каждый чат, каждый день, каждую минуту в чат приходят какие-то, интересные ролики смешные, то есть находятся люди, которые все это создают, так красиво упаковывают, это все, конечно, классно, все это, конечно, весело, да, здорово, что не дают людям грустить, это очень круто, многие создают специальные такие вот, поднимая, да, вот прород, да, вот поднимая вот казахские, традиции вообще, не только казахские, вот, и это все круто, приходят такие классные сообщения, это все классно, да, Но давайте без фанатизма посмотрим, что же нас ожидает, да, и что нас ожидает на рынке. Вообще мы пережили, особенно люди постарше, пережили не первый кризис, как вы знаете, да, кто-то уже семь кризисов пережил. Но самый последний кризис, который был, это был кризис в 2014 году, помните, когда доллар подскочил в несколько раз. У нас лично в стране он подскочил более чем в два раза, у каких-то странах он подскочил более чем в три раза и так далее. Что тогда было? Тоже много предпринимателей, была перестройка тоже, да, многие предприниматели, что произошло, у которых бизнес был как раз вне, да, и вне страны закуп, не из страны, там кто-то товар возит, кто-то что-то, они реально встряли, потому что многие люди занимаются бизнесом как под реализацию, да. И, ну, время прошло, и как-то прошло время, люди перестроились, то есть не говорим, что это там все там не знали за голову, как хвататься пистолету, виска, да, не знали, что делать. Но этот кризис, этот период, он совершенно другой. То есть сейчас именно то, что сейчас у нас происходит, это совершенно другое, потому что у нас, если честно, у нас тройной кризис. Первая кризис, это что, это мировая пандемия, весь мир действительно сейчас не знает, что делать, что происходит, да, с миром. Второй, это психологический кризис у людей, то есть люди впервые в жизни столкнулись с тем, что реально появился страх, что можно умереть, да, люди начали об этом думать, потому что раньше об этом вообще не думали. И третий, это то, что действительно кризис, это снижение доходов, потеря работы и так далее. И вообще я вот слушала недавно, вот почему я хочу с вами откровенно на эту тему говорить. Я не пытаюсь вас кошмарить, да, но я говорю вам вот прям как есть, для того, чтобы самая правильная, адекватная реакция на все, что происходящее, это вовремя взяться, собраться, адекватно понимать ситуацию и без фанатизма, и принимать решения, которые помогут вам в эту ситуацию. Вот моя задача вот это вам донести, потому что это очень важно. И у нас тройной кризис, как я говорила, да, это пандемия, это психологический кризис в головах, что возможно умереть, то есть люди этого не ожидали, и третий, это снижение доходов. И как только людей всех отправили на удаленку, как только все, многие даже обрадовались, вау, классно, я на удаленном и так далее. Но если посмотреть откровенно, да, посмотреть, да, что многие люди, которые ушли на удаленку, они не вернутся назад на работу, им некуда будут возвращаться. Это если смотреть прям откровенно, почему? Потому что давайте посмотрим, насколько ситуация это затянется. Это ситуация, то есть сейчас у нас уже идет, начался апрель, в мае точно это не закончится, да, это хорошо, если закончится это все в июне, да, но вы, в принципе, понимаете, да, на протяжении этого времени руководители, предприниматели там, либо где кто работает, да, у нас же кто-то уже где-то работает, кто-то от кого-то зависит, да, если только не самостоятельно, сам на себя, который человек работает. Вот, и даже, который сам на себя работает, он реально, его бизнес стал под угрозу, в связи с чем? В первую очередь в связи с тем, что доллар подскочил. Вот, и когда я слушала даже этого Аветова, Аветов это лектор университета Синергини, да, знаете, да, Синергии организовываются крупные тренинги, это вот Тони Робинсон, в прошлом году они приглашали Арнольда Шварценеггера, то есть это человек, который действительно, я изучала его ролики в интернете, смотрела, какие профессии будущего ожидают, да, куда вообще детей своих направлять и так далее, вот это я тоже изучала, и вот я тоже была на его выступлении, и он говорит о чем? Я когда слушала недавно его прямой эфир, он как раз тоже говорил об этом, он говорит, предприниматели, там прям в режиме реального времени предприниматели ему задают вопрос, говорят, что нам делать, как нам увольнять сотрудников, с которыми мы долго работали, мы не знаем, как им это сказать, и он прям открыто предпринимателям говорит такую вещь, вы радуетесь, что есть карантин, почему? Потому что если есть карантин, вам сейчас там и кредиты банки там, и допустим, и там руководители торговых центров вам дают возможность отсрочку, у вас по крайней мере есть причина, по которой вы можете не платить зарплату своим сотрудникам, а представьте, что если бы не было бы карантина, доллар сейчас что сделал, доллар сейчас подскочил бы, да, ваши расходы при этом бы увеличились, доходная часть, входящий поток денег меньше бы стала, как бы вы в данной ситуации сейчас бы находились? То есть это реальная ситуация многих людей и крупного системного бизнеса, и предпринимателей, то, что сейчас на рынке происходит, да? Я опять говорю, да, большинство людей просто не смогут вернуться туда-назад, где они были. Это правда, это все аналитики так говорят. Конечно, хотелось бы, чтобы этого не было, но так говорят многие аналитики, бизнесмены крупные, да? Почему? Потому что сейчас я вам объясню. Потому что благодаря вот этой ситуации многие профессии, они окажутся, ну, на самом деле ненужными. То есть они, во-первых, ненужными, или те сотрудники, которые выполняли раньше ту работу, которые, в принципе, за что лишнее платили деньги, сейчас предприниматели будут что делать? Сокращать, да, то есть работодатели будут сокращать количество работников и постараться на это количество. То есть сейчас вот эта работа удаленная, она прям вот так вот открыла, да, то есть открыла все то, что можно делать удаленно, что можно вообще не делать и так далее. Понимаете? И что получается? Это показывает ситуация, показывает работодателям то, что можно, оказывается, кого-то сократить, да, то есть сократить какую-то работников. И что произойдет у предпринимателей после того, как все люди выйдут из карантина? Ну, во-первых, они уже будут мыслить по-другому, то есть они будут экономить. То есть сейчас в конце я обязательно объясню, какую стратегию нам надо выработать с вами вместе. То есть они будут уже экономить. Во-вторых, в течение года-двух будет перестройка предпринимателей и крупные такие вот люди, которые миром, рулят миром, да, они, знаете, что будут делать? Они будут искать ресурсы, искать ресурсы, делать так, чтобы их бизнес не зависел от человеческого ресурса. Давайте еще раз вникнем. Вот допустим, то есть максимально все автоматизировать, что даже если, вот, то есть первый раз в жизни, наверное, ну, хотя не первый раз, первый раз на наших, на наших глазах произошла вот такая вот пандемия, да, когда вот весь мир, все тюк-тюк-тюк встали, просто нет войны. Сейчас ни в одной стране нет войны. Представляете, это вообще, с одной стороны, это классно, да, что ни в одной стране нет ни одного военного действия. Почему? Потому что пандемия, да, заставила людей остановиться, да, но и эта ситуация даст в другие, вообще, вот, помните, мы говорили, да, автоматизация бизнеса будет, роботизация и так далее. То есть что будет происходить? Как минимум, как минимум, в Украине до сих пор есть, божечки, как минимум предприниматели будут делать так, чтобы их бизнес не зависел от человеческого ресурса. То есть если даже произойдет что-то еще, не дай в Аллах, какая-нибудь там ситуация, да, не дай Бог ситуация такая произойдет какая-нибудь, то чтобы бизнес приносил, продолжал доход и продолжал функционировать даже тогда, когда эта ситуация, даже когда произойдет какой-то, допустим, не дай Бог, какой-то еще один кризис либо что-то, понимаете, да? То есть это вот, это вот точно говорят все вот эти вот эксперты. И это говорит опять-таки о чем? Что в основном у людей не будет... Извините, я не хотела вашу страну задевать, если у вас такое происходит, я желаю, чтобы быстрее это все закончилось, но, по крайней мере, я слышала, что нигде сейчас войны нет при такой ситуации. Ну ладно, давайте не об этом сейчас, да? Я сейчас буду говорить как раз-таки о том, что мы должны это понимать, и какие профессии уйдут, некоторые профессии вообще уйдут с рынка, и будут профессии, которые будут работать в основном на интеллектуальном, то есть на интеллектуальном. Во-первых, многие страны начнут производить свое собственное производство, усиленно работают, внутренняя экономика должна работать в данной ситуации, внутренняя экономика должна работать, чтобы страна не зависела от внешней экономики. Это очень вот многие так тоже говорят, и это, наверное, так оно и будет. Теперь по поводу, какие профессии сейчас в первую очередь попадут. Давайте так. Какие профессии сейчас попадут, то есть какие профессии вообще практически пострадают больше всего. Ну, конечно, это ивент компании, да? То есть сейчас, в первую очередь, кому вам нужно предлагать бизнес, это как раз-таки тамада, все, кто, допустим, занимаются ивент-предприятелями, и так далее, организации крупных и так далее. Они сейчас все остались без дохода. Они все сейчас остались без дохода, и еще неизвестно, когда они выйдут с этого периода, то есть это неизвестно, когда шоу-бизнес, это все, что до этого приносило большие деньги, сейчас этих профессий, ну, этого не будет. Что туризм, кстати, тоже считается, что на первом, первые пострадают, это две эти, две, два этих, как он, как называется, две ниши, это ивент и туризм. Но давайте сейчас разберем с вами туризм более... Я тогда первый раз начала это слушать, и меня тоже это испугало, потому что мы же с вами занимаемся туристическим бизнесом, и напрямую зависит, да? Но сейчас я вам объясняю, сейчас я вам объясняю то, как правильно, как правильно нам перестроиться, и то, что наша профессия, она на самом деле не прям про туризм. Давайте так, смотрите, что предлагает наш клуб? То есть мы долгое время, и вообще у многих партнеров есть понимание, что мы продаем круизы. Да, мы рассказываем о круизах, то есть, да, наш основное, то, что мы рассказываем эту нишу, раскручиваем, мы раскручиваем нишу круизов. Но давайте рассмотрим две ситуации. Вот возьмем классический туризм и возьмем наше клубное членство, наше клубное компания, бизнес, который основан на клубном членстве. Вот эта ситуация сейчас, которая происходит сейчас, она прям распаковала весь наш бизнес, она показывает, что мы как раз таки, на что сейчас фокусироваться. Давайте возьмем, что происходит сейчас в сфере туризма. То есть два сектора, которые пострадают больше всего. Происходит в сфере туризма что? У них сейчас вообще ничего нет. То есть сейчас кто-то, люди покупают что-то? Нет. Нету ни авиаперелетов, нету никто не покупает, ни путевки на лето, допустим, никто. То есть этот бизнес вообще остановился, по сути остановился. Особенно туристические компании. Конечно, они наши коллеги, мы все это понимаем. У нас много партнеров, которые являются руководителем туристических агентств. Но правда, она есть правда. Сейчас происходит то, что сейчас там нет вообще никакого дохода. Что происходит у нас? У нас мы продаем именно, даже если сейчас никто никуда не выезжает, мы продаем именно клубное членство. То есть мы продаем именно членство в клубе. И поймите дальше модель, да, наша идея, что мы продвигаем именно клубное членство, именно интеллектуальный продукт. Поймите сейчас, давайте так. Мы продвигаем интеллектуальный продукт. Давайте вот рассмотрим, да, раньше люди куда обращались? Раньше люди обращались в турагентство для того, чтобы благодаря турагенту купить услуги. И турагент на вот этих вот комиссиях за организацию этой поездки зарабатывал деньги. Сейчас эта профессия, по сути, она, ну, как бы не нужна. Наша задача, задача наших клубников, задача наших партнеров, что делать? Наша задача продавать именно интеллектуальный продукт. Мы в своем клубе, да, мы в своем клубе продаем что? Мы продвигаем именно клубное членство, модель клубного членства. Еще раз, ребят, мы наш продукт, он основан, да, на путешествиях. Люди не перестанут путешествовать. Еще раз поймите, люди не перестанут путешествовать. Но каким образом они будут путешествовать? Вот эту, я вам хочу эту мысль донести. То есть люди не пойдут сейчас уже в турагентство, либо что-то, да, люди сейчас будут обучаться сами. То есть как раз-таки наш клуб предлагает интеллектуальный продукт. Мы предлагаем людям войти в клуб, в котором они научатся что делать? Научатся самостоятельно бронировать, научатся самостоятельно выбирать, разбираться в авиаперелетах, там, со скидками, где брать и так далее, да. Они научатся находить людей, единомышленников. Да, у нас, вот, Наталья Ермакова правит, мы учим людей интеллектуальному продукту, самостоятельному туризму, экономии. То есть сейчас что будут делать? Большинство людей, вот даже все эти, даже вот Рыбаков, да, он говорит, да, сейчас человеку, который в среднем зарабатывает 15-20 тысяч рублей, средняя зарплата, это средняя зарплата людей постсоветского, то есть в наше время, да, ну это, грубо говоря, 100-150 тысяч тенге. Это вот средний человек, который у нас примерно зарабатывает, да. Вот, и что делать людям в этой ситуации? Он предлагает в этой ситуации превратиться в кактуса. Что такое кактус? Вот смотрите сейчас, да, кто в этой ситуации выиграет? Кактус. Сначала тоже я первый раз кактус услышала, думаю, что такое, блин, это сразу, да, ассоциация, кактус, колючки, да. А что такое кактус? Кактус – это растение, которое что делает? Которое в период, да, допустим, да, когда вот он набрал, воды набрал, то есть набрал ресурс сейчас, да, ваша задача сейчас что делать? Набирать ресурсы, это что делать? Обучение. А что, звук пропал? Набирать обучение в себя, да, набирать себя интеллектуально, прокачивать себя, да, знать, как работать с людьми, как работать, коммуницировать с командой. 4К еще я сегодня про 4К тоже скажу, не забудьте, да, я забыла это, как в голове у меня раньше. Я вам сейчас расскажу, 3К и 4К. Вот, ваша задача превратиться в кактусов. То есть кактус – это растение, которое что делает? Собрал воду, да, вокруг, внутри воду собрал, да, и дозировано сам себе по капельке, что выдает это для того, чтобы существовать. Потому что он не знает, когда в следующий раз будет что? То есть когда в следующий раз будет, ну, вода, грубо говоря, когда будет работа, либо что-то, да, то есть у людей сейчас это общее, это общее, это общее во всем мире, да, это происходит, поймите, да. И первое – это стать кактусом, а второе – это найти другого кактуса, найти других людей, которые мыслят то же самое, так же. То есть что делать? Собираются, аккумулируются, которые при этом будут… Да, все, видите, я же говорю, я же слушала этих всех экспертов, да, и которые начнутся что? Собираться между собой и начнут правильно, рационально, рачительно, да, тратить свои средства, то есть те деньги, которые умеют зарабатывать и экономить. То есть смотрите, что происходит сейчас. Ваша задача, члены клуба «Инкруза», сейчас это принять, что ситуация… Сейчас что у людей происходит? А, классно, да, весело, да, супер, да, круто, дома хорошо, дома родные, да, классно. Мы превращаемся в домохозяек, мы начинаем свою женственность прокачивать, начинаем готовить, кушать, все, да, но пока что у нас есть вот этот вот ресурс, у людей пока что есть ресурс, да, ресурс, пока есть ресурс, пока есть какие-то деньги, то есть наступит период месяц-два, да, у людей заканчиваются будут деньги, тогда уже, да, то есть уже людям не особо будет весело, то есть люди сейчас что делают? Они сейчас пытаются себя как-то отвлечь, согласитесь. Но когда у людей… Вот даже наши партнеры, которые еще не зарабатывают, до сих пор еще не начинают проводить презентации, да, которые еще до сих пор ждут какого-то состояния непонятного, когда кто-то к ним с неба спустится и скажет, давай, пришло твое время, понимаете? Ребята, поймите одну вещь. Сейчас время чего, да, вот эти кактусы, они что научатся делать? Они начнутся собираться между собой, и инкрузис как раз-таки позволяет людям что делать? Экономить круизный клуб, вот круизные путешествия, это же экономия, мы каждый раз про круизы что говорим? Это экономия, это удобство и так далее, и это правильное распределение средств. Поймите, даже если круизная… Ой, вообще туристический бизнес, да, что происходит? Люди никогда, даже когда закончится этот кризис, люди никогда не перестанут путешествовать, вы же это понимаете. И все эти аналитики, они как раз-таки об этом и говорят, что как только закончится кризис, как только закончится кризис, люди автоматом все ринутся куда-нибудь, отправятся от этой психологической давки, от этого давления, от этого, то, что их заперли долгое время, понимаете? Вот, и вот вы поймите, мы предлагаем не путешествия, мы предлагаем интеллектуальный продукт, мы предлагаем людям научиться правильно мыслить, правильно планировать путешествия, экономить на этом и при этом зарабатывать. Вот поймите, вот эту модель, когда мы до этого говорили, что мы продаем, люди говорят, что вы продаете? Мы говорили, мы продаем клубное членство. Что это такое, да? Что такое клубное членство? Люди не совсем понимали. Вот, например, я сегодня разговариваю с партнерами, я говорю, почему вы не делаете без оплатки? Они говорят, как я делаю без оплатки? У людей сейчас нет денег, потому что у них, значит, то есть человек, который мне отвечает, у него в голове мысль, что мы продаем путешествия. Я говорю, пойми ты, мы не продаем, ты не должен так мыслить сейчас, это неправильное мышление. То есть 4К, 3К, помните, я вам рассказывала, в Санкт-Петербурге на обучение я проводил 3К. Первое – это компетенция, важно, да? В 21 веке выживут те люди, которые будут знать 3К. Первое – это компетенция, второе – коммуникация, и третье – это команда. Так вот, последние аналитики говорят про 4К. 4К – это кризисное мышление, вот 4К. То есть умение быстро реагировать, понимать адекватность ситуации и быстро переквалифицироваться и начать делать по-другому уже. И в основном все эти аналитики, все эти миллионеры говорят о том, что в этот период надо не распыляться, как некоторые, что делают. Сейчас мне некоторые говорят, может быть, квартиры надо покупать, пока вот есть деньги, да? Может быть, там что-то покупать надо, да? То есть избавляются быстрее от денег, они думают, мы так сохранять деньги. То есть они что делают? Вот у нас пока есть тенге. Сейчас на рынке недвижимости идет же, активность же высокая, потому что люди что хотят делать? Они те деньги, которые накопили, если эти деньги у них лежат в тенге, допустим, в своей валюте, в рублях, либо что-то. Они хотят быстренько что-то купить, купить, чтобы потом либо в ипотеку взять, 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 чтобы потом деньги обесцениваются же каждый раз, чтобы завтра, когда доллар подскочил, допустим, да, что было, что тогда деньги сохранить. На самом деле сейчас нужно немножко по-другому мыслить. Нужно аккумулировать эти деньги, то есть аккумулировать и что делать? Лучше в этот период не распыляться, а доделывать те дела, которые вы не доделывали, для того, чтобы потом более качественно, то есть доделывать, вот вы сейчас где находитесь, в какой ситуации вы сейчас находитесь, доделать те дела, более качественно проработать с командой, в данном случае у нас, да, в нашем бизнесе, более качественно доделать дела, которые, допустим, мы еще столкнемся не с одним кризисом, то есть всегда все выживали после кризиса, да, после карантина, после кризиса люди выживали, но при этом они выживают с каким-то иммунитетом, понимаете, да, что будет в этот раз, мы пока что не знаем, Потому что такого формата пандемии впервые в жизни, реально, впервые вот в таком формате именно, когда есть интернет, когда это все транслируется, когда это все настолько развернуто, когда все страны просто остановились сейчас, да, впервые же. И как выход из этого будет? Многие прогнозируют тяжелый выход. И именно потому, что здесь не только доллар, да, здесь еще и болезни, здесь еще психологический, как я говорила, тройной карантин. Как происходит? Будет происходить эффект домино. Что такое эффект домино? Это когда в первую очередь потеряют доход и зарплату одна категория, допустим, людей. Что происходит? Потеряли, допустим, доход одна категория людей. Далее что будет? Они будут прекращать пользоваться теми ресурсами, ну, теми услугами, которые до этого пользовались. Эти начнут тоже проседать, и эффект домино произойдет. То есть в любом случае кризис произойдет, мы все выходили из этого кризиса. Важно, каким выйти отсюда. Понятно, да? То есть наша задача правильно сейчас, адекватно понимать эту ситуацию и как правильно действовать. Первое, я говорю, превратиться надо в кактуса. Второе, найти людей, которые мыслят также объединяться и усиливать это сообщество. В чем мы сейчас находимся, ребята? Мы сейчас находимся как раз-таки в таком клубе. И наша задача сейчас все вместе. У нас есть компетенция 3К, да? Компетенция. Мы компетентны в своей работе. Кто еще не компетентен до конца, сейчас у вас есть тысячу часов времени. Читайте книжки, изучайте. Я не знаю, у вас есть время сейчас заняться этим, стать более компетентным. Рассказывайте своему спонсору презентацию. Рассказывайте, сдавайте экзамены по презентации. Поймите одну вещь. Чтобы зарабатывать деньги, нужно стать лидером, нужно стать профессионалом. То есть давайте, как мы наращиваем компетенцию. Что такое компетенция вообще? Кто зарабатывает деньги? Зарабатывают деньги всегда лидеры. В любой сфере. Это не только в инкрузии. Везде. На работе больше всего зарабатывают самые крутые менеджера, руководители какие-то, либо что-то. Те, кто лузеры, те, кто лишь бы отсидеть, так же и в бизнесе пришли, лишь бы, типа, чем-то занимаюсь, да на самом деле толком бизнесом не занимаются. Они зарабатывают? Нет. Поэтому надо себе честно признаться и написать. Вот возьмите прям листочек с ручкой и запишите, да, на сколько процентов ты считаешь себя компетентным? Только на сколько процентов ты от 1 до 100 процентов? По-честному напишите и признайтесь, на сколько. Если вас не 100 процентов, наращивайте свою компетенцию. 3К, помните, да, то теперь уже 4К. Компетенция. Как нарабатывается, вообще, как стать лидером? Лидером становится, пройдя три этапа. Первый этап – это опыт, который превращается в навык, а навык приводит тебя к лидерству. Не бывает по-другому. Вы не можете стать лидером только из-за того, что вы хотите быть борт-директором. Как у нас некоторые говорят, борт-директор, надели на себя одну маску, я борт-директор, я борт-директор. Поймите одну вещь. Опыт. Вот некоторые говорят, я не умею до сих пор проводить презентацию. Пожалуйста, сейчас на онлайне со своим наставником, как мы сейчас с тобой, созвони и скажи, я хочу выучить презентацию, я хочу научиться проводить презентацию, я хочу наработать опыт. Все люди, все борт-директора, все интернациональные, национальные, все директора, они в первую очередь когда-то тоже не знали, как проводить презентацию. Когда-то. Но они, благодаря тому, что они постоянно что делали? Нарабатывали опыт. Опыт потом нарабатывается, наработали, наработали опыт, превращается в навык. То есть ты уже спокойно знаешь, смело, как ты проводишь презентацию, как ты работаешь с командой. То есть ты набрал определенное количество навыков. И вот это вот состояние тебя приводит к чему? К лидерству. Не бывает, что вы сейчас, находясь в своей позиции, хотите зарабатывать деньги, и вы сюда придете сразу. Такого не бывает. Научитесь отрабатывать презентацию. Учите презентацию вместе с спонсором. То есть первое, это компетенция. Наращивайте свою компетенцию до 100%. У вас сейчас есть благо время. Второе, это коммуникации. Даже Майкл, я когда вот ситуация-то произошла, у меня был созвон с Майклом. Я говорю, Майкл, что надо делать в этой ситуации? Как правильно вести команду? Ты же антикризисный менеджер. Посоветуй мне. У меня большая команда. Мне каждый день люди задают вопросы. Как только кризис когда начался, когда карантин наступил, мне сразу люди начали вопросы, начали какие-то антикризисные предложения предлагать и так далее. У меня был созвон с Майклом. Я говорю, что бы ты сделал на моем месте сейчас? Он мне сказал такую вещь. Он сказал, надо работать над духовностью, над ментальностью. А мы, кстати, уже тогда Доброе утро запустили. Видите, как мы созвучны с компанией. Мы запустили Доброе утро, которое бесплатно проходит на Бортим. Где мы утром ментально работают. Лидер выходит, полчаса рассказывает свою историю, свое мышление. Каждый день, каждый день. Второе, это когда вы занимаетесь физической нагрузкой, потому что спорт, чтобы у вас энергия ходила, циркулировала. И третье, это когда вы занимаетесь медитацией духовной. То есть, когда вы свою духовность прокачиваете. Многие, оказывается, не умели проводить медитации. То есть, не умели быть наедине, понимаете, с самим собой. Я когда сказала, что мы это делаем, я говорю, классно, правильно это делаете. Я говорю, плюс еще вечером мы проводим презентацию инкруза. Он говорит, все правильно делаете, но еще вам нужно добавить общение. Я говорю, какое общение? Он говорит, прям каждого, которого вы в бизнес пригласили, говорит, позвоните к нему, сделайте ему звонок вежливости, спросите, как у него дела. Возможно, кто-то из тех людей, которых вы когда-то приглашали, но он выпал из бизнеса, тогда у него были другие задачи. Сейчас именно ваш звонок позволит, вы ему позвоните, спросите, как у него дела, настройтесь. Ваша задача не включить его бизнес сразу, спросите, как дела, что происходит, узнайте, чем он живет. Вот оно, коммуникация. Выстроите коммуникацию с людьми, с которыми раньше работали, которые когда-то ушли, ваши члены клуба, которые кто-то съездил в круиз, позвоните, спросите, как у него дела. Понимаете? То есть сейчас это самое идеальное время. Коммуникация, выстраивание коммуникации, общаться с людьми, общаться с командой, общаться. Сделайте так, распланируйте время так, чтобы абсолютно каждый член вашей команды почувствовал, что вы с ним вместе сейчас в это время. Понимаете? То есть вот оно, общение. Кто-то, например, вышел на какой-то ранг, допустим, и уже не хочет, допустим, а спускаться заново в плане того, что в глубину там с кем-то ключевых людей вытаскивать, либо что-то. Сейчас это время пришло. Сейчас пришло время, когда вы можете сейчас, разговаривая с первой линией, первая линия, учите их разговаривать со второй линией и так далее. Сейчас всю эту команду заактивизировать, прозвонить тем, которые вышли из клуба, настроить с ним контакт и заново их опять в клуб потянуть, потому что в нашем бизнесе поддержка, именно общение, ментальное развитие очень сильно есть. Понимаете? Понимаете? Сейчас люди не знают, вот допустим, сейчас они в карантине. Я же говорю, да, они там, может, ролики какие-то снимают, как-то вот патриотизм, дух, сейчас вот это все, да? Но когда у людей закончатся деньги? Просто поймите, что у людей закончатся деньги. Кто им протянет руку? Вы должны им протянуть руку. Понимаете? Наш клуб – это не про путешествия. Это в первую очередь клуб единомышленников, которые пригласили людей не просто путешествовать, но и развиваться, быть созвучным. Превратитесь в кактуса и говорите, что пойдем здесь, здесь ты тоже можешь, но мы тебя научим экономить, мыслить правильно и быть в клубе. Хорошо? Вам моя мысль понятна, да, надеюсь? И третье – это команда. Вот, отличный вопрос, вот пишет, да, но если закончились деньги, то где им брать те взносы на 100 долларов? Вот именно поэтому у них, вот потому что вы сейчас думаете о них, как о клиентах, о клиентах на 100 долларов. Вам сейчас важно сказать, он скажет, да ты что, о каких путешествиях ты говоришь? Вот именно поэтому я тебе звоню, потому что наша бизнес-модель позволит тебе, что делать сейчас? Зарабатывать деньги, даже если пока мы не можем, у нас путешествие на стопе, но мы не перестали зарабатывать деньги. За последний день, когда был 31 марта, мой доход был более 3 тысяч долларов, я вам откровенно здесь все партнеры говорят, 3 тысячи долларов, 3,5 тысячи долларов, понимаете? Более 3,5, это более полтора миллиона тенге, да? Да, более полтора миллиона тенге по нынешнему курсу. Где такая работа? Где такая возможность? Понимаете? Да понятно, я борт-директор, но я же к этому пришла. У многих людей в один день пассивный доход только сколько отрабатывал. Мы думаем, что люди не платят. Вы думаете, что если вас люди не платят, да? То другие не платят. Ребята, вы знаете, за один день 3 тысячи долларов, больше 3 тысяч долларов люди поплатились, по 5 долларов прилетело. Еще раз доказало это, что бизнес-модель наша рабочая, понимаете? Рабочая, что люди платят деньги на путешествия, на будущее путешествия откладывают. Мы уже некоторых приучили к этому. Вот именно, кого денег нету по 100 долларов, наоборот, скажите им о том, что вот давай выходи на безоплатку. У них вообще, то есть вы, понимаете, предлагаете им совершенно другую модель мышления. У них сейчас мышление какое? Хаос, откуда деньги на путешествия, о каких круизах здесь бы на хлеб деньги найти, да? Вы говорите им, дорогой мой, да пошли на безоплатку выходить. Он говорит, какая безоплатка? Ты вообще, о чем речь у тебя? Понимаете? Да, правильно, никто не хочет лишнюю копейку отдавать, все боятся, но ваша задача их, в голове им перестроить другой образ мышления, занести другую, вашу модель мышления. Вы скажите, пошли делать безоплатку вместе, прямой эфир, понимаете, делать, проводить. Нет, на 295. Надо предлагать им, как положено, бизнес за 295. Где он сейчас найдет бизнес за 295 долларов? Где? В интернете. Поймите, да? Что вот эта модель понятна, то есть, ваша задача показать ему модель выхода на безоплатку, потом он выйдет на доходы, в кризис, всегда компании растут, всегда сетевые компании растут в кризис, это всегда рост. услышите меня, в кризис всегда, в компании, я недавно мне вот предлагала, не предлагали, а вот знакомая моя рассказывает про компанию свою, да? Ну да, предлагала свою компанию, она в виде голосовое сообщение, но она моя близкая, знакомая, она профессиональная сетевер, поэтому я ее послушала, ее предложение, и она мне говорит, скидывает голосовое сообщение ее президента, как они мыслят, как они размышляют, и я точно, и Майкл Хатчисон вчера, и Франка Дина тоже размышляют именно так, я точно говорю, что во всех компаниях сейчас идет рост, именно потому, что они на это как раз-таки все сейчас акцентрируют, я когда прослушала его голосовое сообщение, там русскоязычная компания, русская компания, это как у российская компания, то есть не международного формата, и я понимаю, что именно вот, именно такое мышление людей сейчас делает, понимаете, или мы тут не понимаем, о чем ты, вы не понимаете, да? Вы не понимаете, о чем сейчас я говорю? Ваша задача сейчас людям не показывать именно 100 долларов круиз продавать, ваша задача продавать людей, продавать людям именно онлайн бизнес, модель нашу, надеюсь, вы поймете. И третье, это команда, третье, это команда, команда, как продавать, презентацию проводить, именно вот сейчас, что происходит в интернет, в гугл, зайдите, вот кто не понимает, да вы просто зайдите в гугл, и посмотрите, что сейчас ищут поиски. Люди в основном все ищут зарабатывать в онлайне. Мы вам предлагаем, прям вот так говорите, как по-другому вам сказать, зарабатывать в компании, вам деньги, вам платят в долларах, на карточку, вы даже не выходя из дома, будете получать эти деньги, переводить на любую другую карту, которую вы им хотите переводить, да, покупать интернет, покупки, то есть людям нужно это показать, показать именно модель бизнеса, переквалифицируйтесь, ребята, переквалифицируйтесь продажников, круизов, переквалифицируйтесь на бизнес предпринимателей. Если вы сейчас это не сделаете, извините, извините, что есть альтернатива лучше? И третья команда, и четвертое кризисное мышление. Вот как раз таки, вот я же говорю кризисное мышление, как раз таки мышление людей, большинства людей не кризисное. У них есть одно мышление, и наступил здесь кризис, и люди не знают, как на это реагировать. Хорошо? То есть вот это вот, вы должны это понимать. Так, дальше идем. Что происходит у предпринимателей сейчас так же? У предпринимателей сейчас есть понимание, как под... Ну, раньше у них был план, да? Смотрите, да? У них был план на, по крайней мере, три месяца, да? Они точно знали примерно, какой доход, что будет. Да то сейчас... Кто сейчас зарабатывает деньги? Давайте так. Кто сейчас зарабатывает деньги? Из предпринимателей на рынке. Те люди, которые сейчас в это время быстро что? Быстро поменяли мышление, быстро среагировали, и даже те же самые продукты питания, либо что-то такое, создали какие-то быстро-быстро, понимаете? Кто сказал, что круизные линии обанкротились? Вы что? То есть смотрите, вам если такое говорят, вчера говорили, что Америку у нас закрыли, да, на три года, как будто Америка три года никого пускать будут. Сегодня приходят во всем чатам сообщения, что Америка всем дает визы бесплатно там, безграничные. Ребята, это же сплетни же. Посмотрите, круизные компании, что делают сейчас. Да, сейчас переквалифицировались и зарабатывают те, кто быстро переквалифицировался, кто быстро сообразил и начали быстро кризисное мышление. Вот мы вам это и предлагаем. Сейчас научиться кто-то, вот у нас есть чат, где топ лидеров, у нас там есть лидер один, имя говорить не буду. Она каждый день скидывает новые подключения, новое подключение, новое подключение, новое подключение и каждый раз скидывает скриншот с именем своих подключенных людей. Это, вы знаете, не флудит в чате, не говорит, как страшно и так далее. Там работает этот лидер, этот лидер работает, это Гульмира Мукожанова, в команде у нас такая есть, наш региональный директор. Я смотрю за ней, я ей, может быть, и не пишу, вот сейчас всеобщее признание происходит, но реально так. Она каждый раз скидывает скриншот, кого она подключила. Вчера у меня тоже личный партнер подключился в первую линию. Понимаете, люди ищут сейчас, вы просто сами не готовы к этому. Вы сами просто не готовы к тому, чтобы принять эту реальность, чтобы реагировать на нее правильно и начать делать. Потому что ваша привычная стратегия, большинство людей есть привычная стратегия, это что, это не знаю, как реагировать, на самом деле начать делать. Вот, пожалуйста, все аналитики, я же говорю, они говорят, сейчас не надо распыляться, надо просто доделывать качественно те дела, которые вы начали делать и не доделать, чтобы подготовиться к тому, что будет на рынке. Вот. Это самый основной момент, который я хотела вам сказать. Надеюсь, вам понятно. 4К. Компетенция, коммуникация, компетенция, коммуникация, команда и кризисное мышление. Так, что еще хотела сказать? Ну, какие профессии в будущем, да, будут? Профессии в будущем будут такие, которые, ну, вообще, будут очень сильно развивать именно онлайн образование. Сейчас очень сильно, сейчас многие люди поймут, что действительно, оказывается, то есть, да, конечно, мы сейчас там скачиваем, зумы, все это сложно, первая неделя учиться, бесплатно, учиться онлайн, да, но многие, допустим, если это войдет в привычку, там, месяц, два, к примеру, будет, многие поймут, доказать, какая экономия денег, ехать никуда не надо, школьную одежду одевать не надо, можно отправить ребенка на куда-то, на какую-то, только на узкую профессию, какую-то, допустим, то, что ему нравится и так далее. понимаете, то есть, поймите, мир прежним не будет, либо вы это сопротивляетесь этому, да, и вы тоже, в принципе, правы, либо вы что делаете, либо вы реагируете на это правильно, я же говорю, как кактусы, собраться надо, ребята, надо собраться и начать действовать, понимаете, и прокачивать наше сообщество, прекратить продавать круиз, они будут ездить, то есть, как только закончится карантин, люди все рванут, куда-то захотят поехать, и опять-таки, допустим, лично я сразу куда-то поеду, вот у меня, например, я поеду в июле с детьми, дай бог, но как только закончится карантин, я вам обещаю, на третий день меня из страны не будет, третий день меня уже в стране не будет, я куда-то поеду с детьми отдохнуть, но потом я поеду спокойно в свой круиз, спокойно поеду, потому что он у меня запланирован, потому что у меня бесплатный и так далее. Поймите, да? То же самое будет у людей. Какие профессии у будущего? Вот два этих, где гарантии, что они все не рассыпятся. А гарантии вообще нигде нет. Я вам так скажу, да, гарантии на самом деле нигде нету, согласитесь, да? Но, по крайней мере, в Инкрузис, давайте модель какая, сейчас я вам объясню. Расходная часть, вы, наверное, все получали письмо от Майкла Хатчисона, почему после карантина нас ожидает еще больше роста. Сейчас я объясню, потому что наша модель, она такая, да? Минимальная расходная часть в компании Инкрузис, поймите, минимальная расходная часть. То есть люди, которые входящие деньги инвестируют, не инвестируют, а, ну, как бы, направляют в Инкрузис, и мы получаем зарплату. Зарплату. Мы получаем, то есть здесь сколько входит входящих денег, лидеры получают процент от оборота, правильно? Мы получаем так. Теперь поймите одну вещь, что расходная часть у компании, она маленькая. Допустим, мы не производим лайнеры, мы не производим, то есть мы не производим это, мы просто делаем именно услуги. И даже если до 90% компаний снизит входящий трафик, только тогда компания будет уходить в минус. Понятно, да, вот эта модель? Вы вот это должны понять. Теперь, ваша задача сейчас, я понимаю, это нелегко, особенно людям, которые еще не понимают, что происходит, да, сейчас паника такая, да, эффект домино, да, понятно, да, что люди боятся, что эффект домино, тот же самый принцип коснется, то есть как будто коснется наших людей. Именно поэтому, вы поймите, да, именно поэтому людям надо показывать эту возможность. Я хочу это донести, донести вам, чтобы вы поменяли это отношение. Показать эту возможность, что они здесь смогут бесплатно, где тогда, где в другом месте, покажите людям бесплатно путешествовать, где они будут после кризиса. Увидели, да, ход моих мыслей? Я не знаю, может быть, я иногда, я не такой этот, да, тренер, да, психолог, который объясняет. Я пытаюсь вам своим языком донести то, что здесь находится, и то, что передает Майкл, и то, что передает Франк, и то, что передают другие лидеры сетевого маркетинга, и то, что передают эксперты, то, что передают экономисты. Пытаюсь это, донести это. Модель надо, бизнес, вам срочно надо переквалифицироваться. Вот кто понимает это, вот кто пишет, я понимаю, это тот, кто уже это делает, поэтому они понимают. А кто еще это не делает, они пока еще не понимают, они думают, где взять деньги эти, если у людей нет денег. Вот. И по поводу будущих профессий, да, по поводу будущих профессий, что будет? Они сейчас, вот, политики все, да, то есть они будут мыслить вот так вот, как можно больше, вот, то есть принцип, давайте так, принцип северная, я когда думала об этом в этой ситуации, кто же интересны выигрыши в этой ситуации, да, среди всех стран. Выигрыши ситуации сейчас Северная Корея, понимаете? Еще раз. Выигрыш на ситуации Северная Корея. Раньше мы говорили так, да, Северная Корея, там, даже Южная Корея, одна страна Корея, да, Северная Корея, Южная Корея, да, Южная Корея, да, Северная Корея, даже соревнования, когда происходили, вот смотрите, там, так, так, я, конечно, это, вы правильно меня поймите, да, я хочу это вам объяснить. Ни в коем случае ни вас напугать, ни что. Вот Северная Корея, когда происходили соревнования, и человек, который выиграл соревнования в Северной Корее, обнялся с человеком, который выиграл соревнования в Южной Корее, и приехав домой, не домой, а когда это происходило, вот этого человека просто расстреляли. Вы слышали эту ситуацию? Я когда эту ситуацию услышала, для меня был шок. Как так можно? Потому что они что делают? Они с твоей экономией, они закрытая страна. И что получается? Сейчас это закрытая страна, на сегодняшний день. Они что сделали? Они сейчас выигрыши, получается. Понимаете? То есть, да, у них... Да, это у них такая ситуация. Вот и экономика, то сейчас... Поймите, эта пандемия, вот эта вот, она не просто так... Она просто так не уйдет. Она просто так не уйдет. Люди, политики, экономисты будут уже думать, что раз уже создали один раз такое вот, ну, не оружие, а я не знаю, такое произошло, надо быть готовы в следующий раз. Согласитесь, выразить не так? Если ребенок ваш заболел, допустим, да, к примеру, вы в следующий раз лекарства, там уже заранее знаете, что ему не болеть так, чтобы он еще раз не заболел и так далее. Это чисто человеческий инстинкт самосохранения будет работать. И у всего мира. То есть все страны начнут самостоятельно свои ресурсы внутри, агрономию внутреннюю, сельское хозяйство, да, это все будут внутри сейчас сами, чтобы не зависеть от внешней экономики, внутреннюю экономику, внутреннюю экономику качать. Это вот это будет восстановлено. Это не сразу, но в течение двух-трех лет сейчас это будет вот так вот восстанавливаться. Это опять-таки, да, я не эксперт, поймите, я не политолог, я не экономист, я просто собрала все в кучу за эти три дня. Я очень много роликов посмотрела, и это все я собрала в кучу, и вот вам пытаюсь это донести. И страны это будут делать, то есть они что будут делать внутри, вот какие профессии будут, да, это будет профессия биотехнологии, да, биофармакология, живое фермерство в основном будет, медицина, да, создание собственного медоборудования. Очень много денег пойдут, если раньше много денег уходило, грубо говоря, на оружие у кого-то там, может быть такое, сейчас они будут больше денег сюда давать, да. Энергетика, да, система энергогенерации, да, вот эти какие отрасли будущего, просто вот видите, да, отрасли будущего. Я на сайт BORTEAM скину, хорошо? Вот давайте так, BORTEAM, он Instagram-страничка у нас для партнеров. Для того, чтобы вы, для того, чтобы получить вот эти вот эти слайды, вы можете зайти на BORTEAM в Instagram и просто это какого скачать в ленте, да, вот IT-технологии, космические, да, вот отрасли будущего, да, то есть детское образование и так далее. Наш продукт, он является именно что? Наш продукт является интеллектуальным. Еще раз, да, мы учим людей здесь, чему мыслить по-другому, мы учим людей экономить, мы учим людей самостоятельному бронированию без какого-либо ресурса, как в туристическом агентстве. Человеческий ресурс здесь нужен, здесь человек сам себя учит. И вот все, весь сейчас реакция после карантина будут люди максимально нарабатывать компетенцию во всем, чтобы ни от кого не зависеть. Это вы сами это увидите. Ну, в принципе, у меня все. Я надеюсь, вам моя мысль понятна, да, что будет, что ожидает, что закончатся у людей деньги. Сейчас еще более-менее какой-то есть позитив, какое-то настроение, но если карантин будет идти дольше, большинство людей просто некому будет идти на работу. И именно это понимание должно у нас быть, и мы должны протянуть руку, я вам действительно говорю, let's go, давайте работать, давайте менять мышление свое, давайте слушать людей, которые имеют бешеное состояние. Я слышала Рыбакову, у которого 65 компаний сейчас. И это вот мысли пыталась я его донести до вас тоже. Слышала, слушала других людей, которые на сегодняшний день уже реагируют. Не просто сидят и говорят, куда же катится этот мир. То есть есть две категории людей. Рыбаков говорит так, моя задача за этот кризис заработать на плюс 20%. Моя задача. А кто-то обанкротится очень сильно. А моя задача на плюс 20%. Потому что я вот здесь вот готов, я принимаю правильно, у меня кризисное мышление, я начинаю действовать. Кто-то, как вон Гульмира Макожанова, у нее уже кризисное мышление, она уже действует, она уже зарабатывает деньги. А кто-то говорит, куда же катится мир, куда же катится мир. Кто-то катит мир, а кто-то говорит, куда же катится мир. Вам нужно определиться, вам или туда, или туда. Почему? Потому что этот кризис, он очень серьезный. После этого кризиса будет четко. Бедных людей станет еще больше, богатых людей станет еще больше. Среднего класса не существует. Его практически уже не будет. И это надо увидеть, это надо осознать. Поэтому самое время сейчас делать бизнес, ребят. В день я провожу две презентации. Каждый день онлайн с личными партнерами, с их командами. В кризис. Я знаю, что все босс-директора это делают. Я знаю, что все лидеры из больших квалификаций это делают. Вам нужно просто повторить эти действия. Хорошо? Все, спасибо всем большое. Поверьте, вот сейчас нужно свой дух и свою силу в 10 раз умножить. Поймите. Сейчас время поднять свой дух. Убрать всю свою лень. Нарабатывать компетенцию, коммуникацию. Работать с командой, иметь кризисное мышление. Благо у вас есть мы. Благо у вас есть инкрузис. Благо у нас есть компания, которая нас это все объединяет. И есть единомышленники. Смотрите, сколько нас. Тысячу сто двадцать пять человек сейчас на эфире. Тысячу сто двадцать пять человек единомышленников. Кто-то не зашел сюда. Кто-то эфир позже посмотрит. Я предлагаю вам стать кактусами. И мы все как кактусы-кактусы в это время выживем и еще станем богаче. Вот кто хочет стать еще богаче, выйти с этого кризиса. Вот кто готов, присоединяйтесь к этому мышлению, к этим действиям. Если вы это будете делать, я вам обещаю, у вас все получится. Потому что пока вы его здесь не поменяете, здесь не появится, здесь не появится. Хорошо? Здесь поменяйте. Все, пока-пока. Вперед. Я вас верю. Верьте в себя. Все. Кактусы мы переобуваемся, становимся кактусами. Продаем круизное членство. Пока-пока.